Игромания представляет Сейчас идет закрытый альфа-тест Legacy of the Void, довольно-таки давно и без лишней шумихи в прессе. На радости, на горе ветеранам серии рядовой отладкой баланса дело не ограничилось. Гулять так гулять! Барским жестом Blizzard приумножила стартовое число рабочих юнитов. Все, старые билды и тайминги посыпались, как перхоть с отрубленной головы. Целая дюжина рабочих в самом начале дает поразительное ускорение дебюта. Первые секунды теперь тратятся на хранилища, пилоны и оверлордов, а не на новых трудяк. Зачем, если и эти дадут порядочно минералов для первых осмысленных действий? Впрочем, эту цифру Blizzard может изменить, но к прежней пятерке рабов возврата не будет уж точно. Ну и ресурсов теперь поменьше приходится на стартовое месторождение. А это значит, что вторая и третья базы должны строиться очень и очень скоро. В этот раз всем трем фракциям повезло в равной мере. Так, крейсеру тиранов даровали умение телепортироваться в один конец. К несчастью, про один конец сказано неспроста. После такого путешествия у крейсера не остается энергии ни на выстрел из ядерного Ямато, ни на прыжок обратно. И тем не менее, тактические возможности колоссальны. Это и моментальная организация обороны, и ложная атака в одном направлении, чтобы стянуть туда вражеские силы, а потом прыжок для захода с другой. Да и если просто отправить по одному крейсеру на каждую вражескую побочку, это может сильно озадачить противника. Как успеть во все места одновременно? Еще одна новация – десант осадных танков в разложенном состоянии. Эти машины наносят колоссальные повреждения, но и сами весьма хрупкие. А тут в умелых руках они становятся совсем беспощадными. Особенно, если медеваки успеют забрать танки до ответного удара. Самый примечательный новый юнит – освободитель. Ракетный летательный аппарат с уроном по воздуху. После апгрейда он умеет приземляться и крошить наземные цели. Пожалуй, сейчас освободитель выглядит слишком универсальным. Средних размеров эскадра хорошо противостоит любому контрудару. Раз – и половина кораблей падает на брюхо, меняя роль. А урон они наносят по площади, чем напоминают осадные танки. Это не значит, что освободители дисбалансны. Но еще не один месяц вы будете встречать их целыми стадами. Уж больно удобны в применении, даже без развитого микроконтроля. С циклонами, конечно, полегче. Это такая пешая ракетная установка, стреляющая на ходу. Как по воздуху, так и по наземным целям. Полезные помощники против бронированных целей. А при должном микроконтроле – неподходящая головная боль для противника. У зергов потолстели ультралиски на целых две единицы брони. С ними и раньше было непросто сладить, а теперь так вообще второе дыхание открылось. А полюбившиеся многим роевики, наоборот, сполна познали на себе ребаланс. Сейчас их саранча живет около 30 секунд при минутной перезарядке умения, а летающую ее разновидность сбивают на подлете. И хотя роевику больше не надо закапываться, чтобы нарожать саранчи, его непомерная цена и малая скорость оставляют ну слишком мало простора для применения. 30 секунд простоя, когда он не способен вообще ни на что – это все-таки очень много. Но грейды и нерфы – только верхушка айсберга. Гораздо любопытнее, что токаранов и без того полезных гаденышей научили мутировать в Разорителей. А Разоритель – это такой осадный танк тиранов с замашкой артиллерии. Лупит по площади с помощью особого умения. Редко и достаточно далеко, чтобы оставаться за спиной менее ценных зергов. Модификация гидролиска «Скрытень», он же «Люркер» – хорошо забытый старый знакомый. Ветеран самого первого «Старкрафт», он отыскивался в файлах «Wings of Liberty», появлялся в компании «Heart of the Swarm», а сейчас вот угодил в мультиплеер «Legacy of the Void». Бьет только по наземным целям, зато делает это в закопанном состоянии, как и многие новые юниты, сделан с упором на плотный микроконтроль и хитрые вылазки. Протасы тоже заполучили юнита с атакой по площади. Да еще какого! Дестабилизатор – хрупкий дрон, не способный атаковать. Его мощь в способности шарахнуть энергетическим шаром по своре несогласных. Насчет раз поджарит стаю тараканов или кого потолще. Одна проблема – пока шар летит, дестабилизатор неподвижен и чертовски уязвим. Достаточно ловкий соперник успеет сломать дрона, а значит его применение потребует немалого мастерства. Досталось протасам и другое изысканное пополнение. Адепты – стрелки широкого профиля. Они умеют оставлять свою фальшивую копию, а потом телепортироваться к ней назад. Хочется прописать им диверсии и внезапные налеты, однако практика показала, что адепт и в привычном бою держится молодцом. Локальной революцией можно назвать новый режим игры – Архонт. Подобно Архонту протасов, двое игроков объединяют силы в управлении игрой. Например, один занимается вылазками и микроконтролем, а второй не отвлекается на развитие базы. Но это лишь один из вариантов. Еще Архонт годится для обучения. Правда, от подмастерья потребуется неслабый навык игры, иначе перекос будет слишком велик. Legacy of the Void – богат на мелкие изменения, которые колеблются после каждого патча. Вот, баньши прибавили в скорости, а того и гляди, убавят обратно или повысят еще. Зимой мы, наконец, увидим, где они остановятся. Редактор субтитров А.Семкин